Основной роствер игроков хотелось бы, чтобы был до 25 лет. Такой вектор развития баскетбольной команды Барнаул президент клуба Виталий Мантлер обозначил по итогам прошлого сезона. Сейчас его слова оправданы сполна. Большое внимание алтайским игрокам. Молодежь составляет почти 90% состава. Контракты подписывают на 2-3 года, пару спортсменов на 5 лет. Первые очередные цели на сезон – профессиональное развитие коллектива. Команда молодая, и это позволяет наладить очень хорошую химию команды. Взаимодействие из-за этого происходит более легко. И вообще молодым игрокам легче развиваться из-за этого. Опытные игроки, в свою очередь, понимают, что могут этому развитию помочь. 30-летний Евгений Войтюк в таком составе чувствует себя комфортно. Ощущения положительные. Буду помогать молодым ребятам, что-то подсказывать, стараться. Может, питаться их энергией тоже. В этом сезоне во главе команды новый наставник. Олег Тен в Суперлиге 1 становился чемпионом и дважды серебряным призером. Очень много молодых ребят, талантливых. И важно, как мы выстроим всю эту систему. Важна наша работа и важна работа игроков. Важна работа игроков. Их терпение, трудолюбие, самоотдача. Все вместе даст результат. Также для болельщиков в клубе готовят сюрприз. Раскрывать его подробности, конечно, не стали. Но некоторыми планами поделились. Что касается работы с болельщиками, тоже есть определенный план. И в перерывах, и организация матч-дэй перед играми. Попытаемся немножечко добавить плюсиков, подсластить всю эту историю. Хуже не будет, но я думаю, будет лучше. Вскоре баскетболисты отправятся на предсезонный турнир в Новосибирск. Первая игра сезона для барнаульцев пройдет 7 октября на выезде в Химках. А 19 октября на домашнем паркете спорткомплекса «Победа» алтайские спортсмены примут локомотив «Кубань» из Краснодарского края. Артем Тарасов, Анатолий Фукс. Новости.